Девяносто новых медучреждений построено в Казахстане с начала года, а в правительстве подвели итоги года в сфере здравоохранения. Так, в стране внедрили 80 современных технологий в области трансплантологии, кардиохирургии, онкологии, инновационных клеточных технологий. Отремонтировано 80 медорганизаций. Начат реконструкцию еще четырех многопрофильных центральных районных больниц. Количество консультативно-диагностических услуг в этом году увеличилось в два с половиной раза. На уровне первичной медико-санитарной помощи было принято 90 миллионов посещений. Родилось за это время более 360 тысяч новорожденных, а силами скорой медицинской помощи была оказана помощь 8 миллионов вызовов. Снизилась общая смертность населения на 6%, смертность от болезней системы кровообращения, от злокачественных образований, от заболеваний органов дыхания, туберкулеза. Снижена младенческая и детская смертность на 10%, материнская смертность на 24%. Казахстанцам могут запретить брать новые кредиты при наличии просрочек. В Можелесе приняли в работу проект соответствующего закона. В нем намерено законодательно утвердить отсрочку по оплате для солдат-срочников в период военной службы. Среди новшеств при получении займа на счетах казахстанцев должна остаться сумма, равная двум прошиточным минимумам. Поправки разработаны по инициативе парламентариев в рамках реализации послания главы государства. Товарооборот России и Китая сейчас превышает 210 миллиардов долларов, а по итогам года может составить 220. По российским дорогам колесят 60 марок китайских автомобилей. Только в этом году в стране купили более 400 тысяч таких машин. Почти третий из них – результат локализации производства. Так, например, в Липецкой области уже как год выпускают китайские электрокары. Экономики России и Китая растут вместе. Всего за несколько лет товарооборот двух стран удвоился. За 10 месяцев экспорт нефти из России вырос почти на четверть – до 88,5 миллионов тонн, а с жиженного природного газа – до 6 миллиардов 900 миллионов долларов. На втором месте – продукция сельского хозяйства. Ее с начала года Китай купил более чем на 6 миллиардов долларов. Росатом отправляет в Китай реакторы и генераторы для новых атомных электростанций. Возводят седьмой и восьмой энергоблоки Тяньваньгской АЭС. Кроме того, страны договорились о строительстве блоков третьего и четвертого – атомной электростанции Сюдапу. По товарообороту Россия и Китай выходят на четвертое место. На третьем с начала года вырос объем контейнерных перевозок. На азиатский рынок вышел крупный российский маркетплейс. Хоть товарооборот России и Китая указывается в долларах, но уже 95% взаиморасчетов между странами приходится в рублях и юанях. План к 2030 году увеличить его до 300 миллиардов долларов. Мы заметно нарастили агропромышленный комплекс поставки и зерна, и рапса, и сои, и, например, мясных изделий в Китай. И это в известности небольшой прорыв, потому что и Россия, и Китай сняли практически все ограничения на поставки агропромышленной продукции. Товарооборот у Китая, в принципе, со всем миром упал на 5,6%. В России уже который год подряд мы увидим невероятные темпы развития. Если в прошлом году рост был около 38%, в этом году этот темп почти удается удержать. Он достиг 26,7%. В конце этого года истек срок действия соглашения, заключенного между Брюсселем и администрацией Байдена в октябре 2021 года для урегулирования торгового спора, начатого Трампом в отношении импорта алюминий и стали. Обе страны стремились найти решение и избежать повторного введения тарифов на торговлю стоимостью в миллиарды евро. Но переговоры в октябре в Вашингтоне президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и председателями Совета ЕС Шарлем Мишелем не привели к прорыву. Сегодняшняя сделка была названа важным достижением, позволившим избежать повторного введения тарифов. Однако временное соглашение все еще является барьером для экспортеров Евросоюза, которые продолжают платить миллионы евро в виде пошлин каждый год за торговлю, превышающую тарифные квоты. Эти переговоры сосредоточены на так называемом «клубе зеленой стали», цель которого – обложить налогом производителей стали в зависимости от углерода емкости их металла. Пока что этот план зашел в тупик из-за сравнительно более высокого порога экологических стандартов импорта, установленного Европейским Союзом. 12 тысяч немецких ресторанов оказались под угрозой за повышение цен на продукты питания. Они неприемлемо вырастут в январе после восстановления НДС для ресторанов 7 до 19%. Правительство снизилось налог три года назад в качестве меры для уменьшения убытков от пандемии. Но многие рестораны еще не оправились от ее последствий. Пищевая промышленность опасается, что покупатели не смогут позволить себе более высокие цены. Германия станет одной из самых дорогих стран Европы по НДС на продукты питания. Больше всего подвержены риску неплатежеспособности независимые и семейные предприятия. В январе этого года многие рестораны вынуждены переложить повышение цен на клиентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова